Газ, электричество или бездымное топливо? Что может сделать воздух в городах края чище? Сегодня ответ на этот вопрос искали в Сибирском федеральном университете. Что еще предлагает специалист, расскажем в следующем сюжете. В 2022 году будет еще дополнительно смонтировано 3 электрофильтра. На ТЭЦ-1 сегодня установлено 5 электрофильтров из 14. И увеличить их число – это один из шагов в борьбе за чистый воздух. В Сибирском федеральном университете ученые, чиновники, предприниматели, представители федерального проекта «Чистый воздух» обсуждают, как все-таки сделать так, чтобы в крае стало легче дышать. И главным образом, как поступить с частным сектором, который отапливается углем. В краевой столице таких домов около 15 тысяч. Варианты – подключить их к центральной сети, перевести на электроотопление или экологичное бездымное топливо. И в любом случае людям придется помогать финансово. Это от 50 до 70 тысяч жителей, которые проживают в малоэтажном домохозяйстве. И, соответственно, отопление у них в 3-4 раза дешевле, нежели людей, которые живут при подключении централизованного теплоснабжения. Дышим мы с вами одним и тем же воздухом. Нужно подходить точно, кого субсидировать, а кому предложить перейти за свои собственные деньги. Многие опасаются, если субсидировать, например, электроотопление, есть риск большой нагрузки на сети и нецелевого использования. Следить за этим будет непросто. Но с бытовой точки зрения электричество – один из самых простых вариантов. Чтобы перейти на него, изменения в устройстве дома нужны минимальные. Сейчас в крае есть несколько успешных пилотных проектов. Некоторые из их участников пробовали перейти и на сжиженный газ. Из других предложений, как улучшить качество воздуха – это увеличить ответственность собственников малых котельных, больше внимания уделять социальной рекламе. Реализуются до 2024 года две цели. Первая – это, прежде всего, снижение выбросов на 20%, не менее чем на 20%. В городе Костяноярске такие мероприятия уже собраны и прошли согласование межведомственным советом. Это, прежде всего, снижение выбросов промышленных предприятий. Но вторая, не менее важная задача – это достижение комфортных условий качества атмосферного воздуха во всех точках города Красноярска. Но речь идет не только об изменениях в Красноярске. Их ждут в Минусинске, Назарове и других городах края. Специалисты говорят, одного универсального и единственно верного решения здесь быть не может. Надо рассматривать и пробовать все варианты, подходить к решению точечно. Наталья Архипова, Павел Иваницкий, 7 канал.